красота ребята сумасшедшая поселок было предложено переименовать в новый свет так как после выпитого вина император заявил что нынче все видит в новом свете это цистерна емкостью 185 кубических метров раньше были налоги на окна и прям возле обрыва построен замок выгорится домик с видом на море друзья у нас с вами очередной выпуск из крыма я сейчас нахожусь рядом с поселком новый свет я нахожусь на дороге серпантине значит сюда я приехал из феодосии поэтому смотрите мой выпуск про феодосию предыдущий первый выпуск по крыму я здесь впервые вообще вообще в крыму я впервые из феодосии посмотрел со феодосии доехал я до сюда за час ориентировочно несмотря на то что показывают километров 40 ехать сюда имейте ввиду что вы не будете топить 180 потому что здесь серпантин блин вы едете в горах красота неимоверная здесь есть несколько дорог можно поехать там через другую в общем дорогу но не едьте по серпантину по старой дороге ну конечно аккуратно это делайте и не пейте перед перед этим уже здесь везде курорт понятно здесь везде делают вино здесь есть в новом свете свой завод винодельческий да и вообще в крыму тут везде производство вина везде вы даже будете ехать будете везде видеть виноградники о чем это значит я о серпантине показывает вроде как километров 40 из феодосии да но едете по серпантину едете очень медленно едете аккуратно но красота ребята сумасшедшая а я остаюсь значит вот там в гостинице гостиница также называется новый свет обалденный вид из окна я рекомендую хорошие завтраки а сейчас у меня вот по левую сторону вот такая вот и здесь кстати мне сказали что здесь значит делают туры по вин вин заводу здесь тропа голицына генуэзская крепость туда я сейчас еду минут 15 наверное у меня займет все это дело и здесь у нас государственный природный заказник оригинального значения новый свет значит схем маршрута черепашья бухта черепашья бухта ответе никакой алкашки ничего вот где я стою и пошли сюда вниз вот смотрите вы вот так спускаетесь здесь нужно через трубы переспрыгнуть как-то спрыгнуть значит метра два вниз и дальше идет уже тропка вот там какие-то развалины тоже вилла наверно чья-то в прошлом вот и туда спускаетесь в бухту везде просто нереально красивый вид нереально и там плавают яхточки еще кораблики лодочки а мы с вами едем дальше будет очень интересный выпуск машина вся грязная вчера ездил мыс хамелеон снимал тоже очень красиво рекомендую марсианские ландшафты какие-то мыс хамелеон естественно дорога только гравийная пылище но красота неимоверная я же раз 500 надо ну-ка так и есть что я могу сделать еще во всем этом деле есть один бонус очень приятный знаете какой то что на носу через неделю декабрь декабрь вообще в россии практически везде наверное уже будет лежать снег а здесь у меня прогноз погоды на ближайшую неделю 12 градусов тепла понимаете 12 градусов тепла солнце море плавочки одеваем вообще просто бомба новый свет это название поселка на берегу черноморской бухты суда клеман или как ее еще называют зеленой бухты создан этот поселок был князем львом голицыным в конце 19 века и имеет довольно интересную историю голицын основал в своем имении завод по производству шампанского вина а сам поселок изначально назывался парадис что можно перевести как рай но после того как в гости заехал николай второй и отведал то самое вино созданное голицыном поселок было предложено переименовать в новый свет так как после выпитого вина император заявил что нынче все видит в новом свете шел я шел вдоль крепости и смотрите раз все моя тропинка прервалась значит дальше идет скала и обрыв такой метров 30-40 точно есть 30-40 точность муж конечно больше на виду столько поэтому приедете сюда пойдете гулять вдоль крепости имейте ввиду что не все тропинки выведут вас туда куда надо некоторые могут так обрывом вывести ну что значит будем идти обратно вы знаете вот здесь все-таки я гуляю сами все видите конечно крепость очень круто но какой-то колючей проволокой забором гендар жару на накидали камней снаружи конечно есть мусор грязь я не хочу об этом говорить но надо знаете надо вокруг природы на я красота но есть очень конечно такие халупины старые постройки не пойми что похоже что это такое и собаки бегают в округе сна говоря немножко даже страшно то то конечно сейчас не сезон все закрыто эти чебуречные пиццы столовые тут все это закрыто ну касса есть в новом свете есть и дом музея голицына где вы сможете ознакомиться с историей виноделия сам музей располагается в усадьбе в которой некогда и жил сам князь и был открыт в 1978 году при заводе шампанских вин музей насчитывает 7 залов и около 413 экспозиций среди которых кубок для вина из розового хрусталя который был подарен голицыну виноделами части чайного сервиза с ручной росписью 1896 года медали князя завоеванные на выставках и дегустациях есть также и коллекции вина и возможность заказать экскурсию с дегустацией сам по себе поселок новый свет довольно атмосферный и колоритный наверное поэтому он так популярен для съемок фильмов здесь и в его окрестностях снимали такие фильмы как пираты 20 века остров сокровищ анна каренина снимали и от элла также сериал мастер и маргарита в генуэзской крепости сама же крепость находится в 15 минутах езды крепость была построена генуэзцами в качестве опорного пункта для собственной колонии в северном причерноморье находится она на крепостной горе высотой в 157 метров что уже делает ее частично неприступной вот эта башня она же врата переходит во врата имеет три этажа и она была сооружена на месте меднолитейной мастерской где-то приблизительно в 12-14 веках здесь от медной мастерской остались руины и позже собственно говоря она была сооружена и на одной из ее стен сохранилась медная плита с именем стефана ди франки ди погани датированная 1414 годом то есть понятно что она была сооружена до этого времени ну вот даты ориентировочные 12-14 век а вот это ребята тоже очень интересное сооружение это не просто скажем домик до чей-то это цистерна емкостью 185 кубических метров и сооружена она была в 1375 году и сюда в эту цистерну с горы перчим которая находится в 3 километрах по специальным водостоком доставлялась вода 3 километра водостоки гора там вода здесь значит это было сделано цистерна на случай осад любых и на случай засухи чтобы здесь собиралась вода и могли пить вдруг на тебя напали правильно что тебе делать где воду брать не было тогда бутылей кулеров и прочей лабуды да не было и в магазинчик не пойдешь не купишь там как в минерале или я не знаю боржоми нету а вот смотрите еще одна башня была сооружена она в 14 веке к 18 веку полностью разрушена потом ее реставрировали и видите что я вам хочу показать как здесь сделаны окошки то есть это все башни ну как бы они наблюдательные значит наблюдательные можно смотреть дырка есть ну грубо говоря окно видите как но сделано то есть со стороны наружней она очень узкая по сути когда снаружи выходите вы не видите что здесь внутри а отсюда вы можете так незаметненько наблюдать что там происходит понимаете и видите то есть я здесь могу залезть сесть нормально себе то есть ширина у нее такая где-то под метр а там сантиметров 10 узенькая полосочка дырочка и вот снаружи никто ничего не видит как вы делаете изнутри видно я как-то был в великобритании там в ковентре есть крепость и около тысячи лет там значит есть дома старые которые остались с тех времен значит со мной поделились интересными фактами я заметил какой интересный момент есть дома и у них значит окна и некоторые окна были заложены то есть видно что было окно а потом это окно заложено это старое здание средние века и они спрашивают а в чем прикол почему окна заложены а прикол в том на самом деле кто догадается расскажу вам что у них раньше были налоги на окна почему скажите мне а потому что ну если у тебя есть комната в доме она подразумевает что в этой комнате будет окно ну как-то комната без окна не прикольно чем больше у тебя окон тем как бы по логике у тебя больше комнат то есть тем ты богаче понимаете в чем прикол налог на комнаты машин не было чтобы налоги брать до бизнесов но бизнес и были какие-то средневековые и значит когда эти налоги были введены за многие просто тупо заложили в окна вот чтобы меньше платить налогов такие дела ребята вот еще одно интересное здание угадайте что это не угадать это декорация к фильму в 2017 году здесь снимали фильм вечная жизнь андрея христофорова и после этого оставили вот этот домик хлев хлев здесь наверху в одной из стен есть проход и можно выйти прям на самый обрыв есть конечно заборчик чтобы не перелезть высоте и и моё и прям возле обрыва построен замок вы говорите домик с видом на море наиболее популярное посещение крепости в летний сезон здесь в это время проходит фестиваль генуэзский шлем способный на день перенести посетителей в средневековье в крепости происходят показательные выступления рыцарей в доспехах мастер-классы и различные турниры ребята территория большая если вы хотите посетить генуэзскую крепость сутоке здесь то закладывайте пару часов можно ли с детьми да с детьми ходят с маленьким с коляской но вы можете зайти сюда с коляской но как бы на все эти холмы не знаю это наверное невозможно будет подняться почему важно посещение таких мест лично меня эти места заставляют подумать когда находишься здесь то какой раз представляешь как было когда-то в далекие времена смотришь как это все сейчас и представляешь как как все это дело будет выглядеть потом через какие-нибудь лет пятьсот а еще почему важно сюда приезжать приезжать с детьми вот любит ваш ребенок историю учить допустим не любит ну или любит какая разница привозите ребенка он смотрит на все это говорит папа мама а почему блин здесь такие стены зачем нужно было возводить такие стены начинаешь рассказывать ему слушай понимаешь вот этот вся территория замка это когда-то принадлежала некоторым людям у них хотели отобрать то что им принадлежало что им нужно было делать у них были там копии они оборонялись но они находили вот такие места на скалах на обрывах чтобы никто к ним не мог забраться и делали вокруг этого огромную стену высоченную вот ты сынок можешь перелезть через эту стену с ногам скажет что не может все кто пытался вояки пытались завоевать это место также не могли вот это служило эти стены высоченные служили защитой вот так и ребенок когда видит все это у него появляется интерес к этому ко всему живой интерес у него появляется интерес узнать все эти вещи тем самым науку историю не надо впихивать вталкивать это настоящий живой урок истории и и Субтитры сделал DimaTorzok